здравствуйте дорогие друзья многие из нас мужчин пользуются электро бритвами кто-то собирается покупать не буду я рассказывать о ее достоинствах и недостатках все все прекрасно понимает я хочу остановиться на правильном уходе за электро бритвы этим многие пренебрежают то есть обходится просто чисткой щеточкой стандартной но и это недостаточно я сейчас вам объясню почему я буду рассказывать на основании своей электро бритвы гамма gs х 860 аккумуляторная вот давайте посмотрим из чего нас стоит и как правильно полностью тщательно чистить режущие элементы и что может случиться в том случае если мы не будем этого дела проводить беру я свою бритву вот что она себе представляет бритва с плавающими ножами вы все прекрасно знаете что открываем мы крышку обычно как я уже говорил обходит с тем что щеткой чистит вот эти вот вещи и на этом останавливаются как ее почистить капитально очень легко снимается вот этот крышка то есть мы из вот этой защелки выдергиваем его ну эту часть можно действительно почистить здесь не ничего такого нет она довольно чистая проблема возникает вот с этим ну проблем то собственно говоря никакой не возникает мы берем в любом положении вот эту пластмассовую обойму легко снимаем дать мы поворачиваем его против часовой стрелки и она снимается вот она и здесь у нас ножи и желательно они легко вытаскиваются желательно не поменять местами сетку и ножи потому что она не притерты друг другу и в общем то лишний раз менять их местами не стоит вот что у нас получается у нас получается здесь нож вот я вытряхиваю вот он нож и сетка ножи здесь сам самозатачивающийся то есть точить их не требуется ну слегка можно посмотреть если грязь какая-то набилась немножко очистить режущие поверхности ну буквально это дело секундное и даже проблема чистки заключается не в этом эти ножи нормальный проблема заключается в чистке сетки но при эксплуатации электро бритвы это положено смазывать мы сейчас до этого дойдем и со смазкой мелкие частицы волосинки и прочие остаются на боках то есть вот если мы пройдем сейчас просто зубочисткой вот так по краям то вы увидите вот это вот это вот пыль то есть мы очищаем бака можно пройтись потом ватной палочкой и у нас это сетка в общем чистое замечательная нож мы почистили праве проверили все режущие поверхности нигде у нас ничего не забито не сломано все прекрасно то есть вот эта часть у нас готова к эксплуатации то есть ставим опять ножи на место и выбираем то же самое делаем с двумя остальными почему не стоит менять местами ножи и сеточки потому что они проработаны друг другу а если их поменять местами они начнут по новой прорабатываться и это ничего хорошего в этом нет вот все все у нас поставлено все три штучки на месте вот что у нас насыпалось из этих трех ножей в общем грязь достаточно много почему нужно чистить потому что у этих ножей в принципе есть и и несколько боковое движение и и если вот эта часть будет забита то ножи будут работать ну как бы по одной оси и это чревато тем что они могут протереть сетку и она выйдет из строя ну пластмассовая вот эта бойма на большой роли не играет ну и она как правило достаточно чистая что мы делаем дальше можно протереть ваткой или ватной палочкой вот обойму куда вставляются ножи здесь тоже грязь достаточно много набивается ну и потом эстетическая вещь они тут подвижные поэтому лишняя грязь просто снизит их подвижность все протерли и вот здесь можно ставить в принципе в любом в любом положении в каком вам нравится то есть опустили эту сетку до конца опустили эту сетку с ножом все на место и опустили эту сетку вот они у нас ножи стоят на месте берем теперь эту пластмассовую обойму вот здесь у нас вверх здесь есть здесь есть шпилька посередке на котором насаживается эта штука и по бокам вот здесь выступы в которой она упирается то есть вот мы ставим на центральную вставляем вот они вставились у нас боковые все это мы опускаем как можно ниже все ставим на место и поворачиваем по часовой стрелке вот все все вся проблема то есть все вся эта конструкция у нас собрана как вы видите вот здесь они вошли 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 все прекрасно все ставим эту головку на место вставляется на элементарно потому что здесь вот есть прижимчик вставили до щелчка и вот у нас готовая собранная бритва обязательно что нужно сделать по одной капли бытового масла прозрачного не не машинного а именно вот бытового ну можно машину ничего страшные очень по одной капельки на каждую решетку вот она она проходит и включаем на некоторое время бритву в работу за это время у нас масло размазывается по всему этому делу сверху немножко протираем практически есть масло не остается и все вот таким образом мы можем продлить жизнь бритвы надолго надолго и это дело нужно делать хотя бы раз в две в три недели то есть полностью ее очистку ну вот собственно все что я хотел сказать о уходе за электро бритвы многие это знают многие делают но кто-то может быть и не делает может быть для кого-то это будет полезно на этом я с вами прощаюсь вам удач подписывайтесь на мой канал будем о чем-нибудь интересненьким и разговаривать дальше все до свидания ребята спасибо